В Саратове стартовал гражданский форум, организованный общественной палатой области. На нескольких переговорных площадках специалисты обсудили проблемы, которые, на их взгляд, являются наиболее злободневными для региона. Так, в областной научной библиотеке состоялась конференция по защите прав пациентов. Что сделано в сфере контроля за медицинской сферой, узнала Елена Губенкова. Права пациентов в Саратовской области общественники начали защищать не так давно. Совет общественных организаций был создан летом прошлого года. Тогда инициаторы проекта сразу обозначили принципы работы – законность и гласность. На первой региональной конференции обсуждают, чего уже удалось добиться. Общественный совет по защите прав пациентов создан не для того, чтобы критиковать. Он нужен, чтобы наладить непростой диалог и дать возможность высказаться и пациентам, и чиновникам. Сегодня мы видим диалог и работу совета в действии. Сегодня четко и профессионально решаются поставленные задачи. Сегодня оперативно решаются вопросы при взаимодействии с исполнительной властью. Поэтому ни один вопрос, который обращаются к нам жители Саратовской области, гражданское общество, это в первую очередь пациенты, не остается без контрольным нашего совета. Система общественного контроля – то, что доктор прописал, соглашаются представители Минздрава. Глазами чиновников иногда сложно увидеть, в чем недоработки сферы здравоохранения. Здесь на помощь приходят общественники. Да, мы развиваем высокотехнологичную медицинскую помощь. И должны быть отдельно и жители, и мы видеть это в нашем основном программном документе. И вы знаете, программный документ федеральный, программа, которая рекламентирует все основы формирования территориальных программ, мы впервые увидели этот показатель. Но есть и немало проблемных вопросов. Общественный совет по защите прав пациентов – структура довольно молодая, потому законодательно определены не все аспекты его существования. Реальной проблемой сегодня является вопрос распределения полномочий. Вопрос полномочий тоже остается открытым и сложнейшим на сегодняшний день. Он тоже еще будет решаться, поскольку не совсем понятно, каким образом полномочия по решению какой-то ситуации общественного контролера являются продолжением или наоборот могут стать в оппозицию по решению государственных органах власти. Законодательно еще предстоит решить немало вопросов существования общественного совета. Нужно уже сейчас заняться обучением инспекторов, чтобы в будущем не возникало проблем с кадрами. Специалисты уверены, эта система контроля имеет все шансы стать одной из самых востребованных. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.